Кирилл очень хотел жить, он неправда. Он от жизни все убрал. Я ему тоже всегда говорю, Кирилл, не обращай внимание на гадости какие-то. Проходи мимо, жизнь одна. Я говорю, вот отец на краду, да, вот ушел. Мне пять лет назад умер муж. Я живу со своей кровью. Это был праздник, это был 15-й день России. Приехал его друг на скутере, а он собирался завтра на работу, идти его приняли на мойку. Мне как раз в этот день позвонили с этой автомойки, сказали, что они постоянно принимают на работу, что он там лето может подработать. Они все хотят своих карманных денег, чтобы не просить. И они сидели во дворе. Я в комнате разговаривала к телефону, он ко мне еще заглянул в дверь, улыбается и говорит, «Мам, я завтра на работу, не забудь меня разбудить». Я говорю, бабушка разбудит, говорю, она рано встает. Я говорю, она тебя разбудит. Я слышу, скутеры завелись. Думаю, блин, он сказал, никуда не поедет, а скутеры завелись. У меня почему-то не один нерв. Я просто почему-то подумала, что они поехали в соседний двор. Это даже не через дорогу, а просто в другой двор переехать. Вообще никакого предчувствия не было. Через 15-20 минут прилетает Паша. Детя Наташ, детя Наташ Кирилл попал в ДТП. Где он? Он говорит, в центре. Там-то там. Мне даже, я просто, я знаю тот перекресток, но там негде ехать. Кирилл ехал со стороны улицы Кирова, а Мерседес ехал с улицы Ленина. Кирилл должен был уступить дорогу этому Мерседесу. А Мерседес, двигаясь по улице Ленина, у него помеха справа улица Луначарка. Так как они идут вот таким углом, то есть невозможно повернуться, как на обычном перекрестке, чтобы просто в полбока увидеть, нужно как минимум почти обернуться. То есть, если бы скорость была допустимой в городе, я как водитель говорю, он бы его успел увидеть. Столкновение произошло на полосе водителя. То есть, получается, виноват Кирилл. Но водитель, как он проигнорировал тогда помеху справа, Мерседес смято все стекло, он его больше 50 метров проволок в стекле. То есть, получается, динамика какая, да, как бы, при 30 километрах его бы скинуло бы с машины, да, его бы не утопило бы в стекло. Я читала вот это заключение экспертизы, так как у него сработал АБС, нету следов торможения. Их просто нету. Когда я первый раз подошла, и когда я спросила, кто водитель этого Мерседеса, потому что он уже скончался, прям я. И приехала, он еще милость в сердце, ну, пульс, через 2-3 минуты он умер на месте, да. Приехала скорая, через минуту, и уже там, видимо, медики были какие-то, они ему оказывали помощь, они мне как-то, ну, это пустили изначально. Вот. Там начали, говорит, луколить из сердца, там какие-то препараты, врач подошел, посмотрел, говорит, я не могу, там что-нибудь на одной руке, только от запястья до локта, до открытых переломов. Не считай всего остального поломанного тела и то, что черепно-мозковая травма очень сильная, там все залип кровью было. Вот. То есть не стали просто даже реанимировать, потому что не довезли, там травма не совместимая с жизнью. Вот. И когда я подошла, спросила, кто, водитель Мерседеса, парень, мне сказал, говорит, я, только не проклинайте меня. Я говорю, не собираюсь вас проклинать. Я говорю, ну, вы убили моего ребенка. Я-то вы что, у вас босс просто зайдали, а что? Я проклинай, не проклинай, я его уже не верну. Вот. И я повернулась, когда на Мерседес, просто увидела, что стекло вдавля туда, скутер пополам разорванный, больше 70 метров он отлетел от местных столкновений с автомобилем. Скутер был разорван пополам. Передняя часть его валялась в одном месте, а заднее колесо в другом месте. Я не думаю, что при ударе в 50 километров, как мне говорят, если они летели в лоб, то скорость удваивается. Там не было лечения. Он ехал с Ленина, а он шел на поворот. И, как Паша говорит, он притормозил, обернулся и улыбнулся, и после этого тронулся. Сейчас идет следствие. Транспортная экспертиза пока установить скорость автомобиля не представляется возможным, так как не было следов торможения. Тормозили те, кто ехали сзади. Возбуждено дело, но, скорее всего, в уголовном этом откажут, потому что люди, у которых есть видеорегистраторы, как мне просто сказали, что видеорегистраторы есть, эта запись, они их просто не дают. Не хотят принимать участие, не хотят помочь, ничего. С нами стоял парень, он видел все от начала до конца, что скорость там была далеко за 90, что парень этот знает водителя, он отказывается давать показания. Я просто хотела найти людей, которые могли бы помочь и не остаться безучастными в этом году, но так бы никого не нашлось. Я уже писала в одноклассниках, вот эти статусы подруги мои писали. Люди как бы распространяют, никто не откликает, знает. Но мне бы хотелось, чтобы, да, было все по справедливости, как бы, с одной стороны. Но, с другой стороны, если Бог не идет навстречу, то, значит, ему уготовлено другое наказание.